Слово РУМ и слово СВЕРЦ для вас означает ОДНОЙ ТОЖЕ! Новый сигнал называется СОНЦЕДГОРСК Всем привет! Моё вступление будет несколько больше, чем обычно, но вставок будет куда меньше, чем в прошлых видео. Я хочу немножечко кое-что прояснить. Дело в том, что некоторые недавние ролики получились достаточно вялыми или не совсем теми, которые вы привыкли видеть. Автор комментария, которого я сейчас закрепил у вас на экранах, разъебал меня лучше всех, кто это делал за последние полгода, а то и год. Так, в точности прочитать человека, лишь исходя из того, как он подает контент в конкретном ролике и по тому, как он себя ведет в каком-то видео, ну, это надо уметь. И он это один-единственный сделал из всех комментаторов. Говорю без единой капли сарказма. Меня за последние 3-4 недели накрыли достаточно сильно разные события в жизни. Да, если проблемы появляются порционно, а не все вместе, ты ощутимо быстрее их решаешь и потом сразу быстренько отходишь. Но никогда все сваливается буквально за неделю-две считанно, и ты сидишь с каменным еблом и не понимаешь, что делать. Дошло это до того, что я начал тупо заговариваться при повседневной речи, когда с кем-то начинаю диалог, или же когда я пытаюсь нарисовать превьюшку, и перо у меня просто выпадает из рук. Ролики будут выходить в обычном режиме, конечно, я в скором времени, думаю, оклемаюсь, вкачусь в колью, и мы снова будем с вами все вместе дружно макать в говно долбоебов. В моих роликах вы достаточно часто встречаете разного рода нарушителей. Некоторые из них нарушают правила просто потому, что не знают этого правила, или же не дочитали какой-то пункт. Другая часть нарушают просто потому, что в какой-то момент они заигрались, и просто забывают о существовании какого-то правила, и думают, что это никто не заметит. Третий тип нарушителей самый конченый. Как правило, это донатные ребята, которые просто тоже заигрались, но они хотят доставлять этими нарушениями дискомфорт другим людям, которые им чем-то не понравились. В простонародье пытаются просто кого-то выжить с сервера, и да, при первой же возможности таких стоит сразу же как-то высекать с сервера и не давать им здесь играть. Вы, наверное, подумали, что в этом ролике против меня кто-то ополчился, но нет, я вас даже не разочарую, а покажу вам четвертый тип, а тип этот называется непробиваемый дебил, которому просто похер на любые аргументы, доводы и факты. Такому типу людей просто по боку, на сколько ты процентов прав, сколько людей подтвердят твою правоту. В прямом диалоге он ничего особого тебе не скажет, но будет втихаря записывать демку, чтобы просто тебе насолить за то, что ты нашел его нарушение, а он не хочет его принимать. В данном ролике вы встретитесь именно с таким типом людей. Так, ну чё, я себе взял имя Агачи-мученица, и теперь я буду с охуенным именем гонять на сервере. Заебись. У меня в инвентаре чё есть, сайга, лицензию хочу. Это понятно. Лицензию дайте, подойди. Это ты, блядь, ебнулся по 300 раз в дверь дергаешь, я уже перестал ее дергать, сука. Старый шизик, блядь. Нахуй тебя взрывает. А тебе чё? Чё, приезжай? Я тебя в ебу сейчас, уйди от меня. Это мой, блядь. Найди друзей получше, значит, иди, говорю, отсюда. Да, да, пойди. Да иди, нахуй, говорю, отсюда, чё ты меня, блядь, толкаешь, бегаешь, придурок. Тебя плохо слышно, из подвала вылези и хуй из глотки вынь, блядина, тупоголовая, сука. Слышишь, долбоёб? У тебя голос такой, будто ты, сука, вторым пилотом подрабатываешь, блядь. На борте две двоечки, одна восьмерка, надрачиваешь, блядь. Вот это второй пилот называется, иди нахуй отсюда. Ну ты зыкло, ебаная, блядь, дешёвка ты, ебаная, блядь. И что, блядь, дальше? Чё дальше? Безполезный кусок зоуна, понимаешься, нахуй. Это мне говорит деревенский выбледок с 2 и кью? Серьёзно, нахуй? Иди поднимай образование своё, свинья, ебаная. И груди, нахуй отсюда, свинья, блядь. Да, 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 свинота, придумай чё-нибудь получше. ПТУшная охуила. Иди нахуй отсюда, ПТУшник. ПТУшник соси. Соси, говорю, ПТУшник, блядь. Ты кусок ебаного дерьмо, а, нахуй ты, никчёмный, понимаешь? Никчёмное дерьмо, блядь. Алло, гомунку. Иди, говорю, нахуй отсюда. Зато я желанный ребёнок, в отличие от некоторых, блядь. Может, ты нахуй отсюда пойдёшь, блядь? Одно, ебаная, блядь. Ты мне про свиню говоришь, имея, блядь, поросёнка на аватарке? Серьёзно? Да, да. Пизда. Тебя в мясном магазине, мобилизованным, раздают в качестве подарка. Иди, говорю, нахуй. Твою идея всего, блядь, пидоросы, ебаные, блядь. Что ты вылетел на украину сейчас? Микробандит. Ты тоже, давай. Микробандит. 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 У меня оружием угрожает, помогите. Помогите. Оружием угрожает, помогите, блядь. А, да ху, нахуй были вместе с мэр. Там убили весь мэр, не так, куда ушёл. Мэр, 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 мэр. Мэр, здравствуйте. Он мне оружием угрожал, помогите, пожалуйста. Он меня хотел убить. Обыщи меня, давай, обыщите меня, блядь. А что тебя обыскивает? У тебя в сумке по-любому что-нибудь есть. А что вы его не арестовываете? А что вы его не арестовываете? Я терпила в этой ситуации, слышишь? Я терпила, я потерпевший. Я терплю неуважительное отношение к себе. Всё, я иду домой. Поехали отсюда. Меня только что задержал. Дружище, я тебя спас и в благородство играть не буду. Заебись, спасибо. Это твой дом? Нет, это моё убежище. А, ну окей, окей. Я такие, как тебе. Не против? Я оружие достану, но я ничего делать такого не буду. Не против. Будь я микробандитом, я бы не спрашивал у него. А ему можно сюда? Дальнобойщиком. Это место над дальнобойщиком. А, понял, понял. Поехали ко мне на хату. Рванули. Как осталось, например, готовить. Да можем просто по городу покататься. Догоняй, догоняй. Они в моём живучке. Они так любят ногучки. Они так любят ногучки. Бля, можно как-то магнитофон у таксиста выключить, интересно. Поёт трендовые песни тиктока, мне это не особо устраивает. Слушай, а может на рынок скатаемся, посмотрим, чё там как вообще. Да там перестрелка целая. Ну, мы рядом постоим. Там просто чел есть, который, ну, ебать. Такси, как бы, ебануться. Я не выпрыгну, в том-то и прикол. Я просто пересел, с меня захотели ещё плату взять. Ну, я же не терпила, блядь. Я лучше из машины выпрыгну, чем буду платить. Эй, ты так уже заплатил 2000. Так, вот приехали. Так, а ну, пару сек, пару сек, пару сек. Слышь, да можем тут поселиться. Или же по-соседству, ну, хрен его знает. Добавить игрока. Интересно, а что будет продавать такси? Оружие? Иван, 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 Иван. Не, ну, ты можешь от камчатся тут, крыться. Если менты за тобой на хвосте, будто тут садишься, прям под этим. Копы не тронут. Под прилавком, ты садишься. Меня если что, копы не тронут. Врач, помоги, врач, помоги, мне нужна вакцина, я тут недалеко живу. Так, а почему в комендантский час не дом? Ну, вот мой дом. Так уже время вышло, а ты не дом. Что? Я только с дома вышел. Мне лечиться надо. Так вызову бы на это домой врачи. А как я должен до него достучаться? Скучали по стоп-кадрам, а они уже тут как тут. Ну так вот, ребят, мы с этим таксистом решили досидеть комендантский час у нас как раз таки в этом ларёчке. Да, у нас была допущена ошибка. Мы подумали, что его можно использовать как жильё, как квартиру, как, ну, недвижимость для того, чтобы переждать здесь камчат. Также хочу заранее вас предупредить, то, что претензии к одному из игроков у меня будут несколько ошибочные. Я ему буду предъявлять за фрикил, а также за то, что он сажает в тюрьму, в камчат, за его несоблюдение. Ну, по факту мы реально не соблюдали камчат, потому что мы находились не в квартире. Это, наверное, единственное, в чём я буду неправ, утверждая что-либо на жалобе. Ну, потом меня, естественно, администрация поправит. Ну, а теперь смотрите, что будет дальше. Вы видели, что в газете по литверу написали то, что я шлюху? Чё такое? Знакомьтесь с нарушением правила соло-рейдов. Оно очень распространено на разных серваках, и здесь оно, в принципе, особо ничем не отличается. Суть в том, что рейдить вы можете только, если вас больше, чем три человека. Три человека и более, это как раз то, что нужно для рейда нашему главному герою, но никак не один человек. Для другой госпрофессии, название точно не помню, вы можете сами открыть правила, там требуется два минимум человека, а ему нужно именно три. А он один. Давайте начнем с АЗОВ. Полиция, наоборот, делает так, чтобы люди, граждане, неважно каких именно социальных слоев, чувствовали себя в безопасности, но никак не стреляет в спину тем, кто пусть даже через три секунды, но начинает их слушать. Да, у меня была Сайга в Селекторе, и я, конечно же, мог ее достать. Ну, зачем? Я же не долбоеб, зачем мне нарушать правила ФРРП, если я ловлю нарушителей, зачем мне так брать намеренно и, очевидно, нарушать правила? С этим я согласен. Блять, деньгус. Алло, чудо-юдо, ты че делаешь? Че? Ты в курсе, что... Уй, а че, ты че творишь, спрашиваю? Ларек, это не дом. Это помещение, которое я выкупил, и я могу там проводить свое время, как я захочу. Это ты виноват в том, что ты не встал лицом к стене. Ты, блять, придурок, ты должен был не расстреливать, а посадить в тюрьму, например, за неподчинение, если бы оно там было. А ты видел то, что я отвернулся и пошел к стене, ты берешь, блять, по мне стреляешь, ты ебнулся совсем? И ты после этого мои нарушения пытаешься найти? В себя приди. Ты в курсе, ты сейчас меня обзываешь, во-вторых, ты не можешь разбирать свою жалобу. Какую жалобу? У меня нет никакой жалобы, я увидел нарушения, я тебя тэпаю, чтобы объяснить их тебе. Если ты сменил профу, это не значит, что ты должен был подать жалобу, и я должен был разбирать. Это не значит что, то, что я не могу чела тэпнуть, который нарушил правила, причем так грубо и наплевательски, и ему объяснить, в чем его нарушение. Тебе было встать лицом к стене, ты проигнорировал мою предупредительную выстрелу, ты проигнорировал предупредительную выстрелу. Бля, ты на ровном месте заходишь в пустую квартиру рейдить, я естественно не пойму, что от меня хотят, помимо того, чтобы я встал лицом к стене. Что? Ну ком час, бля, ты квартиру обыскиваешь. Ну обыскивай, ты зашел, там ничего нет, кроме двух радиоприемников. Это не квартира, это ларек, еще раз тебе объясняю. Пусть будет ларек, но это помещение, в котором я нахожусь. Короче, я тебе сейчас объясню, мы сидим с челом на рынке, помещение себе выкупили, я ему ключи передал, получается. Мы сидим весь комендантский час там пережидаем, к нам менты подходят, на нас внимания не обращают, кто-то с нами разговаривает и так далее. Потом мы раз, сидим-сидим, нам выбивают двери тараном, нас рейдят оказывается. Залетает он, говорит лицом к стене, раз, два, три, отчитывает. Я сначала не понял вообще, зачем он двери выбил, если он видит то, что помещение абсолютно пустое, кроме двух челов и двух радиоприемников там нету, никого и ничего. У меня чел, сожитель мой, становится лицом к стене, и я все время, оказывается, просто стоял тупил, и я в итоге разворачиваюсь, иду к стене, и меня он берет, тупо расстреливает нахуй. Его сожителя, точнее, моего сожителя, он берет, сажает за нарушение правил комендантского часа. Типа, аж в первую очередь, Камчас предусматривает и требует, чтобы чел находился не на улице, а в помещении. Камчас предусматривает находление в своем доме, ларек не дом, машина не дом, улица не дом. А я тебе про машину ничего не говорил. Я взял недвижимость какую-то. Нет, это я так обобщаю. Ну, не обобщай, а говори конкретнее. Я снял недвижимость и нахожусь в этой недвижимости, на территории этой недвижимости. Я уже сам, наверное, подумаю, как мне ее для себя воспринимать. Как дом, как ларек, как какое-то убежище или как точку, где я могу переждать Камчас. Ты еще раз говоришь уже 300 раз. Это помещение, предназначенное для продажи чего-либо. Ты не можешь там жить чисто теоретически и физически. Иван, что думаешь? Я тебе уже ситуацию обрисовал и ждут его вердикта. У меня претензия насчет фрикела, потому что он убил вместо того, чтобы меня заковать и посадить за неподчинение. И за фри-полис, потому что он арестовал чела из-за того, что он нарушил правила комендантского часа. Мы сидели спокойно, пережидали Камчаса, никого, ну, ничего внимания не привлекали. Тут залетает чел, сажает за то, что он якобы не дома в Камчас. Не дома, это на улице... Еще раз говорю, морюк не дом. Я их зарейдил и одного убил, потому что он не подчинялся. Я отчитал от одного до трех с интервалом в секунду и сделал предупредительный выстрел. Второй арестовал за нарушение права комендантского часа, так как лорек не является кем-то дома. Все. Вопрос? Ты предупредительный выстрел сделал в чела, блядь, а не в пол или же в потолок. В пол. Ты въебал чела после отчета, я тебе говорю. Еще раз говорю, я сделал предупредительный выстрел в пол. Если у тебя проблемы со зрением, носи очки либо линзы. Ты, говорю, въебал чела после отчета. Мне логи поднять. Для тебя чел, который находится у себя в помещении в момент рейда, который не сопротивляется, ничего такого не делает противоправного, не дает тебе никаких поводов и оснований брать, сука, и расстреливать его в затылок. Смотрите, вы утверждаете то, что вот это, да, 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 проторонил вам дверь. Трану, естественно. Ну да, он выбил дверь, он обыскивает. К этому претензий ноль, никаких. Ну да, я ларек выкупил. Недвижимость тоже такая. Я могу ее обустроить, как захочется. Но вы не имеете права ломать, вы должны сначала подсучаться, все остальное. И еще раз тебе повторяю. Ты сколько, блядь, все жалобу одно и то же мне говоришь. Ларек, это не дом, дальше что? Спасибо, кепка, блядь. Мы нарушали правила комендантского часа. Нет, не нарушили, мы не находились на улице. Зато мы находились не дома. Смотрите, ларек у нас не считается дома. У нас перед декором несколько часов можно только либо на вокзале, либо дома. Нет, я вас понимаю, что, типа, любой, там, мусорка, я не знаю, коробка из-под холодильника, как вы сказали, можно считать как дома, но в реальной жизни, представьте, типа, вы за это платите, там, за аренду, за свет и все остальное. Хотя, этого даже нет. То есть, вы проживаете в коробке, это можно, но нелогично, тем более, по правилам. Но то, что вы взломали дверь, это раном, это тоже бред, потому что вы влетаете, там, если вы, ладно, если вы там люди с дружим, это одно, но вы влетаете в ларек, в сторону. Понимаешь, Ваня? Я вижу, что люди нарушают правила комендантского часа. Там, помимо него, спецназ там или ОМОН стояли спокойно, с нами беседовали. Я единственное, что сделал неправильно, возможно, я когда заболел, я вышел в Каче, там, за 4 минуты до его конца, рядом с ювелиркой врач стоял. Я попросил у врача вакцину, короче, а там стояли, ну, прям вообще все сливки спецназа. Единственный, кто ко мне придрался, ну, по факту, типа, а что я сейчас по улице бегаю, это вот другой спецназовец. Потом я, когда домой забежал, у нас там потолпились человека 2-3, постояли, посмотрели, поняли, что там, ну, ловить у нас нечего. Помоги, пожалуйста, объясни этому человеку, что ларек. Смотрите, товарищ Качимыч, ларек, это правда не является домом, это считается, как обычно торговая местность. ПРП, это даже в правилах написано, что ларек и чё-то таких фургонах, чё-то такого, могут арестовать спокойно. Исключение гараж, квартира или дом, где вас не могут тронуть. А меня не арестовывали, меня ёбнули вместо того, чтобы арестовать, понимаешь? Потому что ты не вставал лицом к стене, ты не подчинялся требованиям сотрудников спецназа. А ты как, не видишь, что я развернулся и пошёл к стене, и ты берёшь мне, сука, стреляешь в спину? Нет, ты стоял на месте. У тебя не было причин меня расстреливать. Если я на месте, я тебе... Нет, не понимаю, потому что ты... Потому что ты тупой, блядь, как пробка беспросветная, понимаешь? Вот почему ты этого не можешь понять. Можете, блядь, скинуть в дискорде, нахуй, я просто его завалю, нахуй. Он будет валяться, блядь, на жалобах, нахуй и ныть. Ну, завали меня жалобами, давай. Завали жалобами. Это всё, что ты можешь, сука, сидеть и плакать жалобами. Не можешь принять тот факт, что ты дебил, блядь, беспросветный. Тебе, сука, говори, что ты по правилам полицейского, если нету никакой угрозы, ты не должен чела расстреливать в спину. Ты этого, сука, тупой баран не можешь понять. Для этого предназначен какой-нибудь шокер, дубинка, наручники и арест палка. Если бы у меня был ствол, который я направил на тебя и начал бы стрелять, то тогда, да, хоть в меня, не знаю, ракетницу возьми, пульни. Ещё раз говорю, ты, возможно, вооружённый человек, находящийся в ларьке. Я не могу узнать, есть ли у тебя оружие или нет, пизда. Ну так обыщи. Ты стоишь на месте, я тебе говорю с оружием, встань лицом к стене. Отчитываю с одного до трёх с интервалом в секунду. Ты меня игнорируешь, делаю вот так вот предупредительный выстрел, ты игнорируешь, я имею право тебя... Соло? Ты не реагируешь на все мои предупреждения. А, так он в соло, кстати, был, ребят. Это по факту фир-РП. Чё, фир-РП-то я развернулся, в конце пошёл к стене. Ты мне берёшь и разряжаешь в спину обойму почти. Что, нет? То есть, подожди, стойте, стойте, у меня вопрос. То есть, если я сейчас открою демку, и на демке не будет того факта, что даже после отсчёта я пошёл и развернулся, начал идти к стене, и то, что в меня начали стрелять, а если я сейчас открою и не увижу этого, вот, то что дальше? Давайте так сделаем. Вот, Иван будет сейчас, как разбирающий, тоже жаловал. Давайте зайдём, где три человека могут сидеть. Смотрите, подожди, я так понял. В три садим. Юрий, извините, что я вас предъявил. Что мы выбрали понятия помощи? Нет, просто гачмучница жаловался сначала на то, что он живёт в ларьке. Мы объяснили, гачмучница... Ну да, мне объяснили администраторы, но раз так считает не один админ, а двое уже, то чё мне спорить? Но у меня претензия касаемо того, что чел на менте берёт, расстреливает, когда он может взять и посадить за неподчинение. Мне сказали, встать ли в стене. И ещё раз тебе говорю. Он тупой слишком. Я его замучу пока что, ребята, извините. Смотрите. Да и, по сути, на свою завалить данную, ебаную. Словесно, не можешь выбирать спору политолога. Словесно, блядь, не можешь выиграть спору нахуй. Начинаешь, блядь... Так ты же перебиваешь, блядота тупоголовая. Сука, дебил. Дедомовский уёбок. Ты перебиваешь, сука, с тобой разговаривать невозможно. Соло рейд у него будет. У него сейчас оскорбление. Ну, я тоже как бы оскорблял. Так что, хз. Ну вот смотрите, у него фри полис и соло рейд. Нет, не фри полис, а соло рейд и фри килл. Я так понимаю, ваш администратор немного не справляется. Я могу помочь, если следует. Да, вот. Давай вместе, по-моему. Алло, долбоёб. Долбоёб, алло. Подождите, успокойтесь. Рацию закрой, нахуй, обезьянный. Значит, что ты, блядь, свой микрофон проглотишь, дебил? Я нахуй, обезьянный. Сиди нахуй, заменителем голоса. Ещё что-то выделишь. И что дальше? Хорошо, стоп, подожди. Маргинал, блядь, недоносок. Маргинал, блядь, это имя той бабы, которая тебя нахуй с живота выпнула, долбоёб. Поминание роднее, ебать, ты надолго отлетишь. Да. Смотрите. Я с вами мута сижу, а ты очень надолго отлетишь. Обезьянный. Так у тебя не только мут, понимаешь? Помимо того, что с админки слетишь. Помимо того, что ты с админки слетишь, ты ещё, блядь, в бан отправишься. Маргинал, блядь, недоносок. Я так понимаю, администратор не справляется. Я могу помочь. Добрый день. Привет. Помощь. Добрый день. Нужно как добрый день. У меня была проблема. Мне подсказали два администратора, что у него не будет фри-полиса. Вот. И то, что он посадил 5.11 правила, почитай, бибизиана. 7,4. Смотрите. Правила администратора, прочти. Парик с человеком, я вам выдаю мут до конца разбора. Потом я его... Спасибо огромное. Потом мне что-то затупило там меню. Так, теперь... Так вот. Проблема в том, что я думал, что я могу проживать в ларьке на рынке. Администраторы мне объяснили, что это домом не считается. Нас могут арестовать за нарушение правил КЧ. Вот. Все. К этому у меня нет претензий. У меня осталась претензия к тому, что он залетает. Ставит лицом к стене двух челов. Он в соло выбивает двери. Пока остальные просто стоят, смотрят на нас без всякой подготовки к рейду. Затем. Он ставит лицом к стене моего сожителя. Мой сожитель становится. А я, ну, я тупо не понял сначала, а что такое, что произошло. Как бы мы вроде бы стояли, все нормально. А потом раз, нам дверь выбивает один чел. Со мной вошел голос гвардейцы и офицер. Он в итоге выбивает дверь, ставит нас лицом к стене. Зачем? Почему? Непонятно. У нас не нелегало, ничего. Ну, думаю, ладно. Он отсчитал три секунды. А к этому моменту я уже начинаю поворачиваться и идти к стене. Вместо того, чтобы меня арестовать за неподчинение, я бы с этим более чем был бы согласен. Он берет просто безоружного чела, который не представляет никакой угрозы. Который ничего такого не делает противоправного и похожего на угрозу жизни сотрудника. Он берет его нахуй расстреливает. И у меня претензия к этому. Сидит мне, понимаете, всю жалобу. Либо толдычит одно и то же, что ларек это не дом, ларек это не дом. Теперь он говорит то, что вот, я не знаю, что у тебя в этих... в кармане, в инвентаре и так далее. Я не могу утверждать, что у тебя нет оружия. Ну, так взял бы и проверил, в чем проблема. Либо отпиздил бы дубинкой, заковал бы в наручники и проверил бы на оружие. Тебе ничего не мешало этого сделать. Я не прибиваю. Тебе ничего не мешало этого сделать. Вот. Спасибо. А еще раз? Вопрос, вас ставили лицом к стене в ларьке? Да, ставили лицом к стене. И к моменту уже отсчета на 3, я в этот момент уже начинаю разворачиваться и медленно идти к стене. Я ничего не делаю такого. И мне разряжают с оружия в спину. Хотя должны были меня отпиздить палкой. Я тут вижу 7.4. Ой, 7.4. Этого человека 7.4, но ему было выдано. Также у него я вижу соло рейд, то что он к вам в одиночку забежал, так понимаю, в ларек. И поставил вас лицом к стене. Я могу ошибаться, я на всякий сейчас демку остановлю и посмотрю тот момент, когда он зашел. Если там он был не один, то тогда отмените ему. Далее хочу признаться, что я немного затупил и не записал тот момент, когда я показывал демонстрацию. Но вы ее сами видели, можете отмотать ролик просто назад и пересмотреть. Он заходил один и рейдил нас один. Итог такой. У него нарушение правила фрикил, а также соло рейда. У меня нарушение правила оскорблений. Сначала хотели оскорбления нам дать обоим, но я попросил ему не давать оскорбления, потому что я как бы сам перешел первый на эти оскорбления, и я тут по сути один буду виноват. Пошел. Сейчас мне выдадут наказание. Чтоб вы не думали то, что меня тут одного, блять, покрывают, а челика всех неугодных, на кого покажу пальцем, банят сразу. Все, удачный игрок. И удачного отдыха. Все, вы можете выходить. Или мы купим прямо сейчас. Да нет, давай уже сейчас. Ну, это умер. Ладно, выдачи, 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 я выйду сразу. Удачи. Получается, получается, под 50 минут. Добрый день, Курголынский. Ну что там, с баном, когда мне будет бан? Все, я вам выдал. Точнее, как сейчас оскорбление. Все, все. Так вот, почему я прошу выдать мне доли его? Чтобы у вас не было желания писать комментарии, мол, вот, челика вбанят, всех на кого ты укажешь пальцем и так далее, а тебе никакого наказания не дают за нарушение. У меня было нарушение, нарушение правила коммуникации. У меня чела хуями крыл, говном поливал, срал его, на чем свет стоит. Вот и наказание. Это, конечно, не прикольно, но, увы, я вот так вот только общаюсь с ними. Ну вот, конкретно с такими людьми. Я не знаю, как по-другому. Сервисис. По-моему, с военными забыли, где-то в городе. Да, блядь, у нас плац, а мы здесь называем такси. Понял. Как бы нас правильно послали. Все, прыгай. К стене. К стене. К стене. К стене. Извиняюсь. Простите, пожалуйста, меня. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Не дома. Я сотрудник ФСБ, я проверял. Я проверяю сотрудник, как они работают. Может, форму покажи свою. Значок и удостоверение. Ой, блядь. Убедительно, вполне. Извиняюсь. Простите, пожалуйста. Всего доброго. Выкидывай. Вышел, вышел. Лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-лицо-ли стене стоять алло блять ты че совсем вот и все вот я и нашел дурачка блять так и знал что он что-то нарушит привет ну здравствуй у тебя фрикел и а у тебя знаешь что у тебя раз у тебя разбор своей же б это нарушение правила администрации ребят пожалуйста подскажите в каком городе находится завод вот с такими долбоебами откуда их выпускают с одной и той же прошивкой говорить у тебя разбор свои же жалобы причем говорить это в той ситуации когда никто же бы не подавала тебя просто администратор тэпнул чтобы объяснить тебе какое ты правило нарушил далее когда с ним достаточно адекватно общаюсь что он начинает делать он записывает демку чтобы собрать на меня компромат и пойти пожаловаться в дискорд но это просто пиздец я это сразу пропалил чекайте дальше что скажешь дальше криминал обуз работает правило и причина нету причины а у тебя получается джайл то есть ага ну давай давай кто ты что я тебя убил путь я тебя убил да а что нет что ли у меня дымка на все есть а я тебя убил плюс чё еще ты говорил феррорп это да ты не слушался приказов полицейского и достал вот вы его на это же твоего приказа да ну да что аха ну ладно все принимаешь смотри я не послушал тебя это феррорп приказа твоего да еще раз ты не понимаешь что я тебе говорю зачем-то уточняешь по 300 я еще раз я еще я еще раз хочу да и послушался твоего приказа ты меня убил ой я тебя я тебя убил это фрикил и феррорп да ну я тебе об этом и говорю это действует все это действует все происходило с тобой да а так ты типа дымку собираешь чтобы на меня жалобу накатать типа я свою жалобу конечно да хорошо я тебя немного разочарую я могу так делать из и у меня есть доказательство нарушения нарушения уверен что ты так можешь сделать что я уверен что я так могу делать вот какой же ты плохой ты берешь над ним угораешь начинаешь его кривлять да могу еще но потому что как мне с ним еще разговаривать я вот депнул я ему пытаюсь объяснить что он нарушил он вместо того чтобы это принять он сука включает демку и пытается что-то на меня собрать какой-то компромат чтобы меня слить с администратора и да я понимаю прекрасно то что мне за эту жалобу ну ничего не будет как минимум потому что я ничего не нарушил да когда я играю на серваке нарушения мои если они конечно есть они собираются в какой-то может быть список каким-то администратором и выдаются мне наказание за них только тогда когда я уже соберу контент и выйду сервака то есть чтобы мне просто не ломать запись в них выдают несколько позже чем другим игрокам я уверен я уверен помычи 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 помолчи зачем ты мне рот затыкаешь ты меня перерекаешь а вот а перерекаешь это как эти говорят но ты меня корежишь корежишь я тебя немного покорежил на той заброшки но потом я улетел на спавн это максим где я тебя покорежил долбоёб все с нарушениями согласен и тебе объяснил нет и согласен еще не согласен не совсем то и проблемы ну давай то стим 0 1 554 миллиона пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать один не твое все что ты на меня демку собираешь совсем ёбнулся ты не можешь признать свои нарушения на тебя будет жб накатана то есть ты мне угрожаешь жалобой правильно понимаю юра нет я говорю просто что я напишу на тебя жалобу за смотри я у меня это время 23 с чем-то ну короче по игровому я был на заброшке за мной бежит нет я залазил в окно там мента уже моей боли видимости нет я достаю оружие он залезать я начинаю с ним гасить я его убиваю проходит секунд 2 секунд 40 он мне он берет профу админа и тэп от меня и высказывает про эти нарушения он зашел он почти подошел на парковку позади банка увидел то что на него бежит полицейский с оружием принялся от него убегать потом когда я добежал дата до той дистанции где он меня хорошо слышит а он был как раз он специально стоял ждал возле окна заброшки где хотел залезть и увидел меня то что я уже достаточно близко и он уже развернулся и побежал залазить в это окно я ему говорю лицом к стене он не слушается достает оружие в ответ когда я уже залез туда и начинает сам по мне стрелять без особых на то причин вот и чтобы подождите подождите от вас все администратор имеет полное право разбирать же бэйс у него есть демка все похавал молодец у него у вас на есть нарушение к этому администратору меня претензии нет то что он сам разбирает свое же ты так глухой нет ты сказали можно так делать если демка есть при таком условии это работает а кто-то демки не хочет смотреть у кого демок нет кто-то посмотрит людей и разбирать жалобы пока наш человек и живой не пойти все я не буду мешать что еще может кого-то позовешь из администрации и твои все стим 0 1 554 так ты все еще хочешь пойти жалобу накатать да конечно теперь по какому поводу ну тебя это не касается а ты сейчас прям хочешь написать на меня жалобу да выруби свое некорректное работу изменение голоса сначала ты и выруби это хоть изменение голоса но в правилах это не сказано насчет изменения голоса запрещено некорректное использование а у него слышишь у него была не на слове максимум то что некорректно использует так это ты русский язык короче я пошел жалобу катать ну поржи поржи да возможно у него дефект речи какой-то но у меня как бы тоже я вон почти в каждом ролике можете заметить я шепелявлю или же очень и очень около шепелявлю когда произношу какие-то слова я очень пытаюсь как-то четче выговаривать что-то но не всегда у меня это получается а в остальном мы с этим игроком сейчас были в относительно равных условиях его то что не устраивало он спросил у другого администратора ему сказали что в этом реально нет никакого нарушения а вот у тебя дружок есть нарушения целых двух правил его это почему-то не устроило возможно даже обидела и он мне все равно в конце говорит то что я ну все равно сейчас пойду на тебя жалобу накатая а по какой причине это вообще уже тебя ебать не должно это я сам там что-нибудь придумаю да напишу как мне после вот такого вот общения с ним себя пытаться как-то сдерживать или же адекватно вести по отношению к нему ну никак и незачем потому что чел не ценит тупо такого отношения которое было в начале где я просто его тэпнул и объясняю что не так а неадекватное поведение на разборке подходишь толкаешь на шутя жопа горит бля он кончены отвечаю я ему нормально описываю его нарушением я на тебя иду жалобу писать как только причин для жалобы уже не осталось я на тебя все равно жалобу напишу зачем нахуя не понимаете на меня по факту бы пожаловались как в прошлом случае когда я чела оскорблял и там да я был виноват ну что я сам первым начал это делать тут блять уебок конкретный донатный сидит ему объясняешь вот ты тут-то тут-то нарушил а я на тебя жалобу напишу а я на тебя жалобу напишу а за что-то жалобно это тебя не волнует два часа тебе за то что ты такой ебанат так бы дал час если ты адекватно воспринял это все а ну а как почекать жалобу на меня он в дискорд пошел ее писать правильно правильно будет дискорд это подал под жалобу там все может быть если вам непонятно а можешь сейчас посмотреть есть там уже на меня жалоба или нет блин стыдно говорить но я не могу это убедить очень жаль но ничего страшного меня еще я не добавлю как администратора и при этом отношусь другую категория администратор слушай а вот у меня вопрос а он конченый или нет он на меня жалобу подал за разбор своей же же б а он подал все равно жалобу на меня из-за этого ну сейчас это опровергнуть быстро если у вас демонстрация есть он может показать это с вышестоящим дебил блять чё ему еще сказать ну вот реально вот конверный болван то есть ему мало было что чел который был абсолютно левым администратором для этой ситуации он подошел сказал то что он может так делать если у него есть демонстрация нет сука ему этого мало он просто хочет какую-нибудь блять на кого-нибудь жб подать это ли не признак конченого игрока пока что-то никого нету остается мне знаете что делать только натыкаться на челиков которые очень рандомно появляются рядом со мной нарушает какие-то правила раньше их намного больше было сейчас же все ребята здесь стараются отыгрывать роль ну или если не отыгрывают роль а просто сидят чилят например в банке общаются между собой но как такового противоправного по правилам они ничего не делают с одной стороны это конечно же хорошо потому что ну люди соблюдают правила ну или стараются их не нарушать с другой стороны это немного плоховато потому что мне негде набирать контент сквозы какого-то бездец кто ему права а то же давай мы в машину разобьем что это было блять шо происходит какой-то случайно было остановить бля ну это вообще не случайно он намеренно это сделать что это за правило у нас по вождению он же его конкретно хотел выцелить ну камон если бы он хотел сразу поехать прямо он бы поехал прямо но нет он блять взял и сука чела въебал на машине у водитель прикил машины знаю он меня за его украл нет убил два раза ну так не получил наказание а ты это запомнил ты щас сам высказал насчет нарушения нлр ну так подал бы жалобу я уже видел же что ты влог написал про нон рп ему я подавал я его могу тэпнуть выдать вам обоим наказанию у тебя получится нон рп драйв ты чела взял протаранил и убил что повлекло нарушение фрикила и у него нон рп потому что он садится в какую-то чужую тачку на спокойно чах так смотри куда я по факту сбил его и мог не увидеть как рп ну странно что ты его не мог увидеть ты ушел если ты сдавал назад чем ты интересно тогда сдавал назад парковка кто знал бы ну парковка конкретно в то место где этот чел был только ты щас сам уже объяснил что он тебя заебал поэтому ты его убил но я все это вне рп написал я его уебашил по рп по рп ну нет причин как таковых не было чтобы его убивать ну за фрикил у тебя там от скольки до от пятнадцати до шестидесяти если не ошибаюсь ну я тебе дам тридцать потому что ты себя еще адекватно ведешь его я щас тэпну алло сигарила абьюзер здорово у тебя нон рп ответ дай я тебя щас джалить буду за нон рп ну покурили можно и разгон меню деларион тридцать минут нон рп ничего такого не сделал критичного нон рп же там можно 30 минут ну да можно ему 30 минут джайла дать потом дальше идет кто у нас не деларион а как его зовут ну чё мне максималку зачем давать спрашивается ну причин нету они достаточно адекватно себя ведут оба один просто молчал ну чё мне с него вытянуть нечего и незачем я играл с ними получается увидел нарушение у одного другой мне тоже объяснил что он без причины зарез машину я это в принципе тоже видел но я думал то что я вообще думал сначала то что они прикалываются то что они знакомы друг с другом а оказывается нет оказывается тот к нему вообще в машину на покер залез и все и типа катается но давить его в таком случае ну это вообще не решение можно например позвать полицию тем более ты находишься возле банка где постоянно бегает один-два мента